Подожди, подожди. Вот теперь давай. Здравствуйте все-все-все. Все, кто нас слышит в эту минуту, кто присоединился уже после записи, нас послушать. Это наш клуб «Арка». Сегодня он вынужден в виртуальной форме, но у нас необычная в нашей виртуальной гостинине. Сегодня необычная встреча с Михаилом Соловейчиком, ведущим сотрудником одного из больших европейских банков. Вот мы и будем... Международный, он не европейский. Международный. А, ну извини, извини, я поправлюсь. Извини, Миша, извини меня ты, извини меня твой банк. Значит, сотрудником одного из больших международных банков, у которого есть одна из штаб-квартир в Лондоне. Вот он там и работает. И мы его расспросим сейчас подробно, что значит для этого банковского дела вся эта коронная вирусная история. Лариса, как человеку, прожившего с этим ведущим специалистом большое количество лет, не станем упоминать, какое тебе слово. Спасибо, спасибо. Ну, я начну, я почему поправила с европейского на международный, потому что у банка есть связи с Азией довольно большие. Поэтому я начну с вопроса об Азии, поскольку Азию сейчас, ну, принято не любить, особенно Китай, да, не любить, обвинять и вообще, так сказать, нехорошо к ним относиться. И это, наверное, отчасти правильно. То я начну с вопроса как раз вот об этих, об обмене и близких связей с Азией. Вот что вообще? Это благо, это зло. Для кого это благо, для кого это зло и что с этим всем надо делать? Может вообще просто взять и закрыть этот Китай нафиг и никак с ним не отступить? А, то есть построить великую китайскую стену наоборот, да? Да, да, да. Между, так сказать, остальным миром и Китаем. Вот. И вообще никак к ним не касаться и будет нам счастье. Вот я с этого начну. Обмены и близкие связи с Азией. Вообще с Китаем в частности. Ну, я вообще всегда был очень за связи с Азией. Вообще я всегда хотел там побывать вообще. Вот. Я, собственно, из всей Азии, наверное, самое такое, ну, видел Среднюю Азию, Советскую. Какое-то время провел на Дальнем Востоке, на островах в Японском море. И на границе с Кореей был, вот, с Советской страны. Но, вот, собственно, настоящую Азию, Китай, Гонконг, Тайвань, я никогда не видел. В общем, всегда очень хотел. Я тебе на минуточку прерву насчет настоящей Азии. И расскажи анекдот, как Ахматова, которая приехала в Ташкент в эвакуацию, огляделась вокруг и сказала, очень средняя Азия. Очень средняя Азия. Ну, Ташкент, я тоже застал, и в своей жизни Ташкент, и город Фрунзе, и город Алма-Ату. Город моего детства Алма-Ата, кстати. Мы там были в эвакуации. И Росик-Уль, ну, и, соответственно, там, Дальний Восток Советский. Вот. Но, вообще, это очень интересная, вообще, часть мира, Азия. И побывать там, наверное, жутко интересно. Завидовал людям, которые все-таки собрались и побывали там где-нибудь в Гималаях, и побывали в Китае. Вот. И у меня довольно много, так, знакомых и коллег, собственно, оттуда. Вот. Ну, а живущие в Америке китайцы, это уже там общее место, но и непосредственно люди, там, входящие сейчас в Гонконге, например. Вот. И поэтому строить китайскую стену и, как бы, от всего этого отгораживаться, конечно, но это, я не думаю, что это очень серьезная идея, так вот, всерьез. Потому что это такая важная часть цивилизации, и там есть много чему поучиться, на самом деле. Вот. И мне кажется, что это просто такая идея из разряда, ну, совсем уж фантастических, что будет какой-то, можно будет как-то отградиться и вообще забыть про эту часть мира. Вот. Но, может быть, как бы формы и интенсивность такого взаимодействия с Азиатским континентом, с Азией, с Дальним Востоком, они, конечно, изменятся. Потому что понятно, что многое, скажем так, происходило неоптимально. Ну, собственно, вот этот кризис, вот эта вот эпидемия, которая пришла оттуда, это вот наглядная демонстрация, которая высветила очень многие порочные стороны того, как весь процесс сейчас происходит. И это, конечно, поменяется, несомненно. И именно. Что? Какие именно порочные стороны? Ну, порочные стороны состояли в том, что, как бы, ну, с точки зрения Европы, там, и там, более богатых стран, как бы считалось, что некоторые издержки, недопустимые у них, вот тут вот, на пороге их дома, можно, как бы, экспортировать туда, и они там и останутся. То есть, ну, стандарты, там, допустим, охраны труда, стандарты такой, в общем смысле, там, гигиены, и, например, стандарты, значит, вот, защиты от болезни, от опасных вирусов. Ну, стандарты связаны с окружающей средой. Ведь, ну, оттуда вывез вирус, вообще много чего могло вывезти, потому что, на самом деле, чисто экологические стандарты, там, как рассказывают очевидцы, ужасные люди, бывавшие в Китае. В больших промышленных центрах там просто нечем дышать. Вот. И, соответственно, там, загрязненность океана, да, вокруг Китая, вокруг, допустим, Южной Кореи, других азиатских стран, вокруг Вьетнам. Это все, как бы, такие издержки, которые где-то там далеко, за несколько тысяч километров там плавают, варятся в собственном соку, но иногда там у них вдруг возникает какая-то эпидемия, она там остается, сюда не доходит. Зато поток дешевых товаров, дешевый труд. Но они же дешевого качества. Мы же знаем эти товары. Я уже закаялась. Чего не закажу, китайское, это одна фикция. А зачем заказываешь китайское? Все, уже перестала заказывать. Так оно все китайское. Я это делала по недосмотру, но когда выяснилось, что картинка и вещь не совпадают, да, картинка обещает одно, а присылает совсем другое. Я хочу сказать, Миша, вот не на примере Китая, но про который я мало чего знаю. Да, я знаю, что там плохо, да, и что всякая вещь, которую мы берем в руки, сделана в Китае. Но я хочу сказать, что, например, были европейские люди или бывшие русские люди, которые вернулись в Россию, сотрудничали от лица европейских стран. И все они прогибались перед вот этими другими стандартами, да. У больших фирм была статья на откаты и взятки. Разве это хорошо? Это очень плохо. Это же ужасно. Более того, эти люди, которые допускали бесконтрольно российские капиталы и российских капиталистов в британские города, в британские банки, они о чем-нибудь думали? Откуда они что берут? И это же приложимые к Китаю тоже. Там же другие страны. Это я думаю. Люди, которые допускали, думали о своей выгоде. Понятно. Я не расслышала, извини. Люди, которые допускали, думали, думали о своей выгоде. Прежде всего, ну и может быть еще. Ну и что это такое? Где мы теперь? Ну, там не заслужили. Я хочу сказать, что очень много было международной безответственности. Ну, конечно, но естественно, это же не такое движение в одну сторону, игра в одни ворот, что вот есть там злой, коварный, хитрый Китай, который вот, значит, так нехорошо поступает. И есть наивные европейцы, американцы, которые, значит, вот, ну, как бы, как бы делают, что как бы не знают до конца, что там происходит и как это все устроено, а вот просто покупают дешевые китайские товары, да, и пользуются трудом, дешевым трудом китайских рабочих, чтобы там собирать. Я хочу сказать, Миссия, что это и было вирусное заболевание. И мы его получили раньше, чем то, что случилось теперь. Да, это правда, это правда. Я в этом году вот прошла по новой коллекции, ну, вернее, полгода назад, прошла по новой коллекции каких-то итальянских тряпок, итальянских фирм, английских фирм, и специально смотрела, где что сделано. Все сделано в Китае. Ребята, я вас, извините меня, я вас потеряла. В каком смысле? Ты нас не слышишь? Вы у меня исчезли. Мы тебя видим. Мы тебя видим. Ты на каточку нажала. А что же мне теперь делать? Выключила видео или что-то такое. Я не знаю, что ты... Скорее всего, ты окно куда-то у тебя спряталось с нами. Сейчас, минуточку. О, вернулась. Извините, да. Ничего страшного. Хорошо, я тогда задаю следующий вопрос, да. Немножко из другой оперы. Миша человек, так как и я, побывавший в разных, так сказать, общественных формациях, да. То, в чем мы жили, называлось социализмом. Не очень понятно, что это было, но называлось оно социализм. Потом, то, в чем мы жили с Мишей в Германии довольно долго, я вообще там больше 20 лет, а Миша около 15, называлась социальная рыночная экономика. А то, в чем мы живем сейчас, ну, наверное, называется капитализм. Может быть, тоже с какой-то социальной компонентой, но уже вот, ну, теперь достаточно небольшой. Хотя, Наташа, ты, наверное, успела пожить в большем... Я расскажу, я расскажу. ...это социализма, чем то, в чем живем мы, да. Вот. И я хочу попросить Мишу, так сказать, охарактеризовать вот все три эти формации, которые он успел застать. Что в них было хорошего, что плохого, и что ему где нравится. И, например, в чем он видит, так сказать, преимущества, там, недостатки Германии, в чем он видит преимущества, недостатки Англии. То, что у нас на эту тему мнения расходятся. Я обожаю Германию с ее социальной рыночной экономикой, и вообще обожаю социальную компоненту. А Миша немножко меньше обожает, поэтому и уехал. Немножко меньше обожает? Ну-ну. Да. Можно так сказать. Но я не знаю, значит, я не знаю, говорить сразу про впечатление от всех трех миров, в которых, так сказать, удалось проводить. Но с нашей, так сказать, исторической родиной, ну, наверное, у всех у нас более-менее одно, так сказать, осталось впечатление. Но называлось социализмом, наверное, это он и был, трудно сказать. Потому что для меня значение этого слова до сих пор немножко загадочное, потому что я всю жизнь слышу, что вот он где-то есть, что он сам по себе очень хороший, а все, что мы видим, это какие-то искаженные и как-то неправильно понятые, неправильно деприментированные, или еще как-то неправильно, вот, значит, вошедшие в нашу жизнь. В общем, что-то неправильное. Все, что существует в реальности, все неправильно. А где-то вот есть некий настоящий, значит, вот, правильный социализм, и он, на самом деле, очень хорошее и правильное устройство общество. Некоторые говорят, что в Скандинавии, не знаю. Это что-то вроде идеального газа, знаешь? Да. Которого в природе нету, но теоретически где-то он должен быть. Ну да, вот. А все его реальные воплощения, ну, как бы, которые бесспорно считают, но никто же не спорит, что в Советском Союзе был социализм. Хотя есть разные, но некоторые считают, что-то там это на самом деле надо как-то другому называть. Но если от этого отказаться, тогда непонятно вообще, что это слово обозначает. Вот. А ощущения от Советского Союза, ну, что сказать, ну, печально это все. И, в общем, никакой ностальгии у меня от этого нет. Я, в общем, считал эту систему довольно ужасной, на самом деле. Вот. И мне очень жалко моих родителей и вот это все поколение вызывает у меня искреннюю, как бы, жалость. Ты прав. Старших действительно жалко. Не потому, что они умерли, все умирают, а потому, что жизни у них не было. Ну, моя мама, которая там какой-то, значит, последние свои, где-то, не знаю, лет семь, наверное, или шесть, прожила в Германии. Ну, так, не очень богато, на немецкой какой-то такой социальной пенсии. Вот. Сказала, что это во всей ее долгой жизни это были самые спокойные, радостные, счастливые, беззаботные люди. А моя мама последние 15 лет своей жизни прожила в Израиле. Она была же очень старая, а Израиль – страна сильно небогатая. И жила там, конечно, на социальное пособие. Да, у нее даже пенсии не было. Было социальное пособие для столяков, приехавших в Израиль. Но и она, и тетка скромно, но всем были обеспечены. Медициной были обеспечены, экскурсиями были обеспечены, курсами, культурным досугом. И тоже на жизнь не жаловались. Ну да, и даже не в том, что материально обеспечены, просто отношение к человеку другое. И еще я два слова мне скажу, что моя мама в Советском Союзе работала с 15 лет до 65. Да? А когда она уехала в Израиль, это еще были советские времена, она никакой пенсии, ни одной копейки не получала. А все другие наши знакомые, жившие в том же Израиле, приехавшие из Франции, в Бельгию или там еще откуда-нибудь, не дай бог, из Америки, получали свои пенсии, хотя жили уже в другом месте. А моя бедная мама работала тоже там с 20 лет до 75 почти, работала врачом. И у нее были какие-то бесконечные ночные дежурства, она собирала эти копейки, она бегала по каким-то вызовам. Она вообще работала, я не помню ее дома, она работала постоянно, постоянно, постоянно. И она получала там после этого какую-то пенсию, которая там была пятой там или даже, в общем, седьмой частью того, что она получала в Германии, вот как социальную пенсию, там есть такая штука, она называется Grundsicherung. Она ее получала так и так, и у нее еще из вот этой социальной ее пенсии и вычитали вот эту вот сумму. То есть она как бы никакой разницы не составляла, но главное, что это была какая-то седьмая часть того, что давали всем, в том числе в Германии, в том числе не проработавшим там ни минуты люди. Просто потому, что они там есть и легально там находятся, и потому, что им вот столько-то лет, там, больше, чем столько-то лет. Ну да, да. В общем, с Советским Союзом, я не знаю, может, какое-то другое ощущение. Я им благодарен только за одно, что он действительно быстро кончился. Это ты прав, Миша, это была вещь совершенно неожиданная. Да. Понимала, я понимала, что он когда-нибудь развалится, но никогда не думала, что это произойдет при нашей жизни. Да, мы тоже этого не предполагали, но так случилось, и к счастью, там, вторую половину, так сказать, своей жизни мы смогли уже, так сказать, прожить без этого. счастья, увидеть кое-что кроме Советского Союза. И немецкий опыт это была следующая остановка, и он, конечно, очень интересный во многих отношениях, действительно, очень интересный. И как бы, ну, я не скажу, что там все идеально, далеко нет, но в некоторых вещах вот созданная там вот такая социальная система, мне кажется, в общем, очень эффективный и, ну, скажем так, в каком-то смысле оптимальный из всего, что я видел. Миша, а какая разница между английской социальной помощью и немецкой? Ну, огромная. Ну, расскажи. Ну, например, размеры, понимаешь? Вот что такое английская пенсия по старости? Просто вот государственная пенсия. Понятно, что есть какие-то частные там фонды, но они в Германии тоже есть, это никто тоже не запрещает. Ну, просто размер вот пенсии по старости. Я могу сказать, что я отработал в Германии 15 лет, прежде чем переехал в Англию, на не очень, ну, такой среднеоплачиваемой работе на университете. В основном это были университеты последние года четыре, это уже был бизнес, это уже было, были, так сказать, финансовая индустрия немецкая, но тоже не то, что я там очень хорошо зарабатывал, так в среднем зарабатывал. Вот 15 лет. Вот. И столько же примерно я отработал сейчас в Англии, примерно в то же время. Я поинтересовался размером немецкой пенсии, которая меня ожидает, вот просто государственной, за то, что я там 15 лет отработал. И той, которая меня ожидает в Англии за эти 15 лет, которую я отработал в Англии, платя несравненно больше налоги, чем в Германии, просто в разы. Вот. И зарабатывая намного больше. Ну, так вот, ну, примерно соотношение, я тебе скажу, один к трём. То есть я в Англии получу треть того, что я бы получил в Германии. При том, что пенсионный фонд платил, налоги платил гораздо больше. Да. Раз в 10. Ну, что налоги я платил больше, зарабатывал больше, но реальный выход в государственной пенсии по старости отношение один к трём. Кроме того, например, вот мы попали в Германию как молодая семья. То есть я на постдокусской зарплате, значит, Лариса, двое маленьких детей, и вот мы, так сказать, туда приземлились совершенно с четырьмя чемоданами, без каких-либо там капиталов и накоплений. И вот, и в общем мы прожили, то есть мы прожили в отдельной трёхпомнатной квартире, иногда даже ездили в отпуск, ходили там дети в бассейны в зоопарк, то есть вполне была такая вот. Если честно говоря, молодую семью с зарплатой постдока одной здесь в Лондоне с двумя детьми. Нет, ну главное, что дети учились в гимназии, в хорошую немецкую гимназию, дети ходили в очень хорошие детские садики и всё это было без садов. Или за очень недорого. Вот, ну я честно говоря, если не объяснишь, как они выживают, я очень удивлён. В принципе, я вижу своих коллег, у которых маленькие дети, которые очень хорошо многие зарабатывают, вот, но это тяжело. а люди постдок, ну, которые там, на постдоке здесь вот, тоже приехали сюда, они просто не заводят семьи, ну просто это, это не решаемо финансово, а просто, в Лондоне. Просто негде жить. Не, ну, как молодые семьи могут приобрести себе жильё, это я не могу. снимать при тех ценах и за те зарплаты, которые, ну это, как бы так сказать, с точки зрения вот такой социальной значённости молодых семей, детей, стариков, это, они, немецкая система намного более продвинутая и намного эффективнее. Это то, что я вижу. Как ты это объясняешь? Не знаю, то есть, ну как, объяснить можно, но она, конечно, инает. Исторически. Дело в том, что в Германии... Подожди, Ларис, подожди, дай ему сказать, потом скажешь. Да. Ну, наверное, там, может быть, другие приоритеты, надо смотреть на то, сколько денег, куда вылетать, утекает. Вот. Значит, я не знаю, как, как устроено, например, соотношение военного и, допустим, там, социального бюджета в Великобритании. Как оно устроено в Германии. Вот. Можно посмотреть на это. Ну, не думаю, чтобы здесь военные расходы были очень большие. Да, тоже не похоже на это. Не знаю, мне кажется, что здесь, понимаешь, здесь вот в чем. Может быть, средняя, значит, средняя температура по больнице, там одинаково. она просто по-другому распределена. То есть, может быть, здесь, если, грубо говоря, усреднить, так сказать, живущих там, не знаю, в каком-нибудь шея пропыте, там, 10 человек в трех комнатах, значит, вот, постдоков здесь и, так сказать, процветающих каких-то, значит, банкиров, живущих где-нибудь там в северном Лондоне, то средняя получится такой же, как Германия, можно даже и выше. Там по-другому распределено. То есть, там на самом деле вот этот вот нижний, так сказать, грубо говоря, подпирающий всех, так сказать, уровень, он существенно выше. И о нем заботятся и заботятся действительно на государственном уровне. Здесь считается, что, ну, каждый сам творец своего счастья в большой степени, а тот минимум, который тебе гарантирует государство, но он вот совсем такой вот, совсем убогий. А дальше сам как умеешь. Это здесь... Для того, чтобы бюджет предусматривал такие социальные расходы, бюджет должен быть большой. А где деньги, Зин? Откуда? Ну, там довольно заметные налоги, хотя, наверное, чем здесь. Это правда. Несколько... Больше, больше, чем в Британии. Плюс некоторые вещи, ну, например, система медицинской помощи страховая в Германии, то есть, там довольно много людей, особенно хорошо зарабатывающих, отдельно платят за медицинское страхование. И все обязаны иметь эту страховку или это добровольно? Все обязаны иметь, платить, обязаны те, кто платить могут. То есть, там никакой добровольности в этом смысле нет. А если кому нечем платить? Тогда он, соответственно, не платит, а находится в этой системе, как бы, считается, на него платят там социальное ведомство или кто-то. То есть, деньги туда все равно какие-то текут. Он освобождается от выплат, но он находится внутри. Когда его ситуация улучшится, если улучшится, ему будет чем платить, он начинает платить. Но принцип такой, что это отдельная, так сказать, история. И она обязательно для всех. Их все хорошо зарабатывающие в эти кассы не платят. Никак этого не идти, это обязательно. Дело в том, что в Германии солидарная система во многих вопросах. Солидарное медицинское страхование и солидарное выплаты на пенсионное обеспечение. А что такое солидарное, Лариса? Там каждый платит не за себя, а теперешним пенсионерам платят из пенсионного фонда, в который платят теперешние работающие. Вот, значит, там такая система. Я там пока работала, я платила вот на тех пенсионеров, платила деньги за тех пенсионеров, которые имелись на тот момент. За меня будут платить мои дети. Вот мы детей нарожали сравнительно мало, поэтому возможно, что у нас государственная пенсия будет несколько меньше, чем мы обеспечили своим родителям, потому что детей стало меньше. Ну, или демография каким-то образом изменится, не знаю, завезут каких-то мигрантов, и они будут работать. Ну, что-нибудь такое произойдет. Но, во всяком случае, в этом смысле солидарная система, это общий котел. И такой же общий котел с медицинским страхованием. Вот ты платишь туда 5% от зарплаты, если это государственная страховка. Вот я работаю, я плачу 5% от зарплаты, и столько же платят мои работы датели. Из этого общего котла финансируется частично медицина, частично из налогов, а частично вот из этого общего котла, да, в который поступают вот эти страховые деньги. Вот таким образом. А из него лечат всех. То есть, моя мама, мой папа, социальные пенсионеры ходили к тем же врачам, к которым ходила я. Ни один врач не имеет права выбирать себе пациентов. Если бы какой-то врач, там, зубной, какой угодно, отказался бы принимать мою маму, там, или папу на том основании, что они социальные пенсионеры, и вы просто лишили бы права работать. Немедленно. Ну, подожди. А чем это отличается от того, что здесь? Вот НХС, служба национального страхования, да, в Англии, существует с 46-го года. Это одно из главных завоеваний Великобритании и послевоенных. Это предмет национальной гордости, да. И НХС тоже ведь существовало на отчисление от налогов, да. Вот именно, что не то же, именно ты правильно сказала, но она существовала от налогов. В Германии это не налоги, это то, что платится сверх налогов специально на медицинское страхование. Часть. Я поняла, но знаете что, я живу в Англии с 1985-го года постоянно, да, и на моих глазах НХС худшеет, беднеет и напрягается, и они очень напрягаются, им тоже нужно только позачувствовать, им очень трудно, не только вот в эпидемию, а вообще всегда. Одна моя подруга, пожилой врач, как только ей исполнилось сколько-то лет, когда было можно, ушла с работы. Я говорю, ты что, ты же любишь свою работу. Она говорит, понимаешь, я не могу иметь в палате две таблетки, когда мне нужно шесть, и решать, кому дать лекарства, а кому не дать. Она говорит, я не могу каждый день иметь дело с этими проблемами, поэтому мне лучше уйти. Но я хочу сказать, что все-таки какие бы ни были недостатки. Вот мне вчера, да, добровольцы-тимуровцы принесли из аптеки лекарства. Но я думаю, что эти лекарства стоили бы половину моей пенсии. Двадцать лет я не плачу за лекарства уже ни копейки. Все-таки. И в Германии не платила. И никто с таким доходом, как ты, в Германии не платит. За тебя бы платили. Лариса, пожалуйста, я попрошу не обсуждать мои доходы. Нет, я имею в виду, ну, там, никто из пенсионеров. Я поняла. Вот, дальше. Дальше. За последние десять лет у меня было пять операций. Две глазные, одна очень серьезная, нейрохирургическая, и еще две. Вот та, которая нейрохирургическая, и после которой я еще месяц провела в больнице, вообще безумно дорогая. Я думаю, она была бы разорительной для любого человека. С меня же никто не спросил ни копейки. Никогда. Ну, подожди, Наташ, ты так говоришь, что это какая-то уникальная, вот, истинный чест, а вокруг вообще какие-то законы в джунгли, и вот, чуть переплыть канал, и там уже никто, никому не делают бесплатных операций, или дорогие. Это все не так. На самом деле, если ты посмотришь внимательно, то, например, в той же НХС, да, там делают операции, очень много хорошего там есть, но, например, там есть определенные диагнозы, которые после определенного возраста уже вообще не лечат. Ну, просто дорого это и смысла нет. Например, диагноз, который был у моей мамы, она бы здесь прожила год на три меньше, чем у Германии. Потому что там, в принципе, лечить всех. Там вообще даже заикнуться о том, что экономически бессмысленно там какую-нибудь старую женщину там лишние три года протянуть за огромные деньги, ну, просто вот это даже неприлично сказать. Мне тоже никто ни разу не сказал, пожилам, а даже и будет. Нет, у Мишины мамы были палеотивные еженедельные переливания крови, но очень дорогой части крови. Вот, ее просто как бы ее тянули вот на этой чужой крови. Причем там не совсем даже на крови, а там на тромбоцитах. Вот такие дорогие составляющие крови. При этом было ясно, что это просто продление жизни больше ничего. Ну да, ну просто вот А здесь бы, а здесь бы ты думаешь, этого бы не делали, да? Да, конечно, здесь, начиная с некоторого возраста, это не делают, мне это сказали, поэтому я как бы и не совались. Вот, но кроме кроме этого просто я вижу, ну, как человек, поживший в той и в той медицине, что здесь трудно с хроникой, здесь действительно делают операции, здесь вытаскивают с того света, но хронику здесь эффективно не лечат, нормально, эффективно. Здесь не только с хроникой, здесь и с профилактикой не важно. Да, вот, то есть здесь, если нету жизненных показаний, по которым тебя надо с того света вытаскивать, да, и тогда они встанут на уши и спасут, да. А если нет, то гастрит, ну, ходи со своим гастритом, то есть, лучше... Ну, естественно, каждый из нас может рассказать много разных случаев из личной жизни, как положительных, так и цательных, всяких анекдотов, у меня есть целый набор анекдотов, на английский СНЧС, вот, но, ну, что сказать, ну, вот, сейчас, когда случилась вот эта эпидемия, можно там при всех наших личных разных ощущениях просто посмотреть на результат там и там, и он становится довольно очевидным. Ну, да? Да, это действительно, эта эпидемия оказалась экзаменом и проверкой. Это правда. Ну, например, ну, например, вот, у меня моя подруга, работающая в ННЧС, говорила, что тут вот компьютерной томографии просто нет совсем, от слова совсем при вот этой вот, при коронавирусе. Никого ни на какую компьютерную томографию не посылают, потому что приборов очень мало и их просто совсем не хватает, да? Поэтому чего посылать? Смотрят по симптомам и делают рентген. Зачем делать рентген при коронавирусе, абсолютно непонятно, на нем все равно вирусных пневмоний не видно. И вообще рентген уже не делают нигде. Рентген — это каменный век. Его при пневмонии не делают ни в одной стране, а вот здесь делают при пневмонии рентген. Ну, что говорить, у них вот ничего другого нету. Вот настолько она бедная, настолько она замучена вот этими вот мерами по экономии за вот эти вот все годы. Причем, мне кажется, что эти меры по экономии, они при всех правительствах, они и при Лейбе уже были, при Блэйре. Насколько я... Ну, будем надеяться, что сегодняшняя ситуация изменит сам подход. Она очень сильно обнажила, кто нужный и кто главный, и на кого нам полагаться, и на кого стоит. Ну, я уже не говорю о совершенно ужасной ситуации, но она везде не очень хорошая, да, она и в Германии не блестящая, о ситуации в домах престарелых и вообще вот с этим уходом за стариками, да, с вот этой вот... Ведь там же выяснилась вообще совершенно ужасная вещь. Выяснилось, что когда уже запретили эти дома престарелых посещать родственникам, и запретили приходить на похороны, и все запретили, вот эти вот керреры сами переходили из дома престарелых из одного в другой, из одного в другой, потому что многие из них self-employer, и они не могут заработать никаких денег, работают только у них какие-то маленькое количество часов в каждом доме. Поэтому они себе набирают, работая во многих домах. Вот они-то и переносили этот коронавирус из одного дома престарелых в другой, из другого в третий и так далее, и так далее. Вот, знаешь, вот послушай, Нарис, ну, ты помнишь Милку, да, хорошо, знаешь, вот Милка работает в доме престарелых, да, у них ни одного случая нет, просто нет. Ну, конечно, есть где нету, да, но, в принципе, вот сама это не, ну, довольно опасная штука, да, что люди не приписаны к определенному дому престарелых, сколько там есть у них часов, столько есть, как это в Германии. В Германии, если ты работаешь в одном доме престарелых, ты там и работаешь. Хотя там есть вот эти вот службы, которые ухаживают за стариками, они тоже, конечно, ходят от старика к старику, от старика к старику, и они тоже переносчики. Да, это то, что называется хоспитал на дому. Да, но это относится к тем, кто ходит домой с этим старикам. А те, кто работает... Ну, то есть какие-то вещи, там на них экономят меньше, вот именно за счет того, что есть какие-то дополнительные источники финансирования. И я надеюсь тоже, что здесь это будет пересмотрено, абсолютно пересмотрено, вот подобные вещи. И я сейчас задам смежный вопрос, да, вот наука, фундаментальная наука, кто за нее, фундаментальная наука и образование, кто за нее должен платить, как, насколько это все должно самооккупаться, и вообще, что с этим должно быть. Значит, ну, я не знаю, что с этим должно быть. Вообще в моем, так сказать, может быть, отсталом, но консервативном взгляде на вещи укоренилось мнение, что, значит, безопасность, образование, наука и здоровье, это три основных вещи, которые не решаются коммерческим путем, и которые должны быть зоной ответственности всего государства, социального государства. Слышь бы это и всегда было ясно, разве нет? Нет. Образование дико требует. У меня образование, опять же. И тоже школьное, зачастую, потому что люди отдают детей в основном, ну, стараются отдать в частные школы. Ну, нельзя говорить люди в основном. В основном отдают все школы, которые есть. Очень небольшая прослупка людей имеет возможность отдавать детей в частные школы. Примерно. Это правда. Но, например, если ты посмотришь на университеты, то уже, ну как, они здесь заметно дороже, чем там с той стороны канала. И это просто на моих глазах произошло. То есть, они подорожали существенно. вот это параллельно существующее, так сказать, частное образование, очень дорогое, очень элитарное, оно здесь действительно намного больше представлено и, главное, более важно, чем в Германии. Потому что, если посмотришь на состав правительства и половину там Палаты лордов и парламента, то это частная школа, элитный университет, один из трех максимум, который здесь есть. Ну и дальше все со всеми остановками. Это вот такой стандартный путь. Ну, Миша, ну ты же, посмотри, конечно, элитаристы разрушили систему вот этих grammar school, да, и систему стипендий, но потихоньку она восстанавливается. Сколько я знаю ребят, которые, в семьях наших бывших земляков, которые на стипендию учатся в Виттене, или в других каких частных школах. Это все существует. Ну, стипендии существуют, но, понимаешь, это немножко разная вещь. Если в принципе существует дорогое, значит, образование, но кто-то может получить стипендию, может получить, может не получить, это уж как там, карты лягут. Вот. И ситуация, когда в принципе система образования строится не на коммерческой, она, скажем так, милитаристской, милитократической, скажем так, основе. То есть... На основе личных качеств и достоинств, да. Да, ну, вступительные экзамены, кто умнее, того и принято. Ну, это тоже красиво. В 11 лет определить, кто умнее, а кто нет. Это большая... В 11 лет, а в 18, допустим, если человек действительно хочет посвятить себя какой-нибудь там профессии, то... Ну, слушай, никого же не удивляет вступительные экзамены в консерваторию, например, да, или в балетную школу. Ну, а всех не может, нет слуха у него. Ну, даже если у него очень много денег, ну, наверное, неправильно брать туда, учиться. Вот. Пусть будет спонсором. Вот. А учиться ему там не зачем. Ну, так и здесь, понимаете? А почему такие же экзамены по математике, по естественным наукам? Почему это менее бредовая идея? Почему на историю надо брать всех, у кого достаточно денег? А не всех, кто там действительно показывает какие-то способности к этому. Ну, это просто другой взгляд на вещи, скажем. Мне кажется, что такая коммерциализация все-таки это не вполне правильно. И потом ты, Наташ, говоришь, что большинство учатся все-таки в нечастных школах. Большинство может и учиться, а если посмотреть состав нашего правительства, то они все... Я не говорю, что большинство, конечно, не учатся, но если посмотреть на элиты, которые в итоге потом принимают решения, они проходят через эту систему частных школ, которые, кстати, по-моему, достаточно неэффективны и, в общем, сильно устаревшие своим основам. Потому что там учат чему-то странному и учат как-то странному, с моей точки зрения, с моей непросвещенной. Значит, я посмотрела, чему... Значит, есть у меня знакомые дети в семье, которые учатся в хорошей школе, с хорошей репутацией, в государственной, в Ламбесе. Да? Да. Вот смотри-ка, как интересно. Я посмотрела, чем они занимаются, чему их учат на математике. Ну, допустим, учат процентом, но одновременно учат планированием семейного бюджета. И мне это очень понравилось, ты знаешь? Да. Да? Вот им говорят, вот, допустим, у тебя столько-то денег, ты зарабатываешь столько-то. Тебе надо спланировать расходы на семью из трех человек или четырех. Что в нем? И они решают это как задачку. Да? И много есть, ну, разного другого тоже, там, вот, про еду, да, вот там, на химии и биологии им объясняют про пищу, да, что, что, из чего состоит и так далее. Мне вот этот практический подход кажется очень здоровым. Ну, да. Нет, конечно, очень хорошо. Ну, это везде есть так, более-менее в школах. Это еще и весело, да? Зато их учебник по истории и литературы, это, знаешь, какой-то был ужас. Это как, если бы тебе показали набор кармашков, а пиджака нету, да? Все кармашки лежат перед тобой, их не к чему пришлить. Угу. Да? Это какое-то все, все, куски, клочки, презираются историческое изучение предмета, последовательность, все это в отрывках. Как-то, я не знаю, как на самом деле. У меня мало очень знаний о том, как это делается в тех местах, где это хорошо делается, да? Но, судя по их учебнику, это просто какие-то клочки. я не очень знаю школьную английскую систему, поскольку у меня дети здесь в школу не ходили. Вот, я знаю систему немецких гимназий, значит, Ирина моя ее страшно ругает и очень жалеет, что она не ходила в английскую примерно частную школу, потому что ее не подготовили к Оксфорду, ей было трудно, она поступила после немецкой гимназии в Оксфорд, но ей поначалу, и поступила, кстати, на ППИ, то есть вот на вот этот вот как раз факультет, на который они все и кончали, эти наши все милые члены правительства. Вот, ей на этом ППИ было очень трудно учиться, потому что ее не учили писать эссе так, как надо, но она, так сказать, все-таки приспособилась там и закончила довольно неплохо это ППИ, потом закончила ЭЛСИ, вот, но, безусловно, немецкая гимназия учится совершенно по-другому, чем частная школа, и не частная тоже, вот, но мне, в общем, их программа нравилась, особенно она мне нравилась в области политических наук, политических наук, и, кстати, литературы, там были очень серьезные вопросы, литература, но по истории они, конечно, безусловно, проходили в основном третий рейф, они в течение там двух лет проходили, у них шло, шло очень серьезное, так сказать, серьезное промывание мозгов, если хотите, на тему того, что такое демократия, почему третий рейд был ужасен, как конкретно он был ужасен, что там происходило, то есть шла такая мощнейшая, так сказать, идеологическая обработка против вот того, чем Германия, с рассмотрением всех подробностей истории Германии, в этом смысле история Германии училась только двадцатый век, ну, практически только двадцатый век. Знаешь, я хочу сказать, что у меня мало знаний про английскую школу, но зато я видела выпускников английских школ в действии, я видела их, когда они приходили на BBC на практику, и когда молодые ребята после университета поступали к нам на работу, ребята, это были классные специалисты, и они классно умели учиться, и классно набирали быстро те навыки, которых им не хватало, то есть они были готовы для жизни, я должна сказать. Ну да, ну да. Нет, Рина ужасно была довольна этим Оксфордом, и ЛС, в общем-то, ну, Оксфордом особенно, она считает, что это прям вот такая была, такой подарок в жизни, и что она в Германии никогда бы так нигде учиться не смогла, возможно, это действительно так. А пишут они, Лариса, действительно много, и вот то, что у человека, вот у меня, например, да и у большинства, есть страх перед белым листом бумаги. Те, кто прошел систему хорошей английской школы, особенно хорошего английского высшего учебного заведения, он пишет черт знает сколько, каждый день, и им это, ну, просто легко. Ну да, но в то же время я имела глупость ходить в такой, в такое учебное заведение, где из меня пытались сделать канцела, я потом, я год там отучилась и не пошла на первую, вот, но я там сталкивалась с девочками, которые сдали, английскими девочками, которые сдали GCSE, вот, и тоже туда ходили, это были молодые девочки, так вот они делали в тексте столько ошибок, что даже я это видела, я тогда второй год жила в Англии, то есть они были безграмотные от слова совсем, то есть я там со своей английской школой, там, в которой я доучилась до восьмого класса, видела, сколько они ошибок делают в каждом слове, а это были английские девочки, сдавшие GCSE. Ну, Лариса, видимо, в эти твои организации и на BBC брали разных девочек. Я тоже. Это неверно, так вот о чем речь, дело в том, что, Наташка, когда ты говоришь, действительно, есть очень сильные английские университеты, их немного, их даже пяти пальцев не надо, я думаю, что их максимум три, может, четыре, которые действительно дают классное образование, в которое рвутся люди, которые могут себе это позволить со всему мира, чтобы кончить. Это такая вот элитная линейка высшего образования. Но ты делаешь шаг в сторону, просто приезжаешь в соседний город, где такого университета нет, и то, что ты там наблюдаешь, в общем, довольно печально на самом деле. Я не говорю уже вообще про систему среднего профессионального образования, понимаешь, где учат электриков, монтеров, понимаешь, штукатторов, маляров и разных прочих плотников, которые в Германии удивительно, так сказать, профессиональные, удивительно серьезные, и, в общем, требующие от человека серьезных усилий, чтобы ее пройти, и которые отсутствуют здесь напрочь, по-моему. Я в всем ключе ее знаю. Можно я, Миша, это, конечно, не совсем то, что на самом деле, можно я расскажу, просто житейский анекдот. У моих одних знакомых в доме там, ну, я не знаю, бойлер испортился, да, вы сперва вызывают диагноз, который определяет, в чем проблема. Он ставит вашему бойлеру диагноз и берет с вас 90 пунктов только за один вот этот визит. Когда этот специалист ушел, то в этом доме жена сказала мужу, ты не знаешь, не знаешь, зачем мы нашего Майкла отдали в такую дорогую частную школу? Надо было учить его на газовщика или водопроводчика. И действительно, существует училище, которое изготовит сантехников и газовщиков. И в этот колледж нельзя поступить. И конкурс там 12 человек на место. И перспективу у выпускников этого учебного заведения, дай Бог, каждую, у каждого моего колледжа. Ну так, может, такой колледж и есть, но, видимо, нам не нужно встретить его выпускников, потому что весь наш опыт общения здесь с теми, кто чинил нам бойлеры, устанавливал газовые плиты, пытался починить текущие каждую зиму радиаторы. Он был, прямо скажем, гротескный. То есть нам после нашего немецкого опыта казалось, что этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Но это вот так и есть, понимаешь? И анекдотов, конечно, мы можем на эту тему рассказать. 90 фунтов за то, что тебе диагноз бойлеру поставили, а 200 какому-то пьяному ирландцу из паба, который принес какую-то старую деталюшку, чтобы ее там поменять в своем бойлере, чтобы он, наконец, вообще начал греть, потому что на улице мороз. И никак по-другому никто тебе его починить не может. Понимаешь? Это мы проходили. Ну да, это мы проходили. Но, возвращаясь к системе образования, она, конечно, здесь очень сконстанчивается на таком образовании элитарном, с моей точки зрения. Она неровная. Я бы сказала, что она отвечает за грани неровности. Неровная. Как и страна неровная, потому что это страна одного города, может быть, максимум двух-трех. Но это не так. А в шаг в сторону... Ну, мы ездили по Англии, понимаешь? Ну вот, Эдинбург, Лондон, если что-то более-менее провинциальное, такое вот, не центральное, но это запустение уборств, с моей точки зрения. Не, ну есть еще какие-то города. Говорят, Бринск сейчас очень поднимается. Но, понимаешь, если ты посмотришь, вот мы ездили по Баварии, да, в прошлый отпуск. В маленьких городах, большие, но в Мюнхен даже не заезжали. Просто вот, как устроена эта провинция Маварская. Ну, это просто какой-то другой век, другая планета. Я не знаю, потому что если помнишь это в путешествии в каком-нибудь там Средней Англии, то дороги, я говорю, там еще прочее. Там, где коровники покрыты солнечными батареями. У них крыши, крыши коровников сделаны из солнечных батарей сплошь. Поэтому они на автономном обеспечении, они сами себя обеспечивают коровники электричеством, ну и так далее. Ну да. Насчет выпускников университетов, ты знаешь, Наташа, я в последнее время, ну, нам довольно много, ну, относительно много интервьюировал людей для приема к нам на работу. Именно людей с математическим или, естественно, научным образованием и на работу такого же рода. Я мог сравнивать, ну, как бы людей, получивших образование в разных системах. Я скажу, что с такой математической, естественно, научной точки зрения, например, вот французские выпускники посильнее будут, чем, если так сравнивать, с британским. То вот это там школа, такая образование, которые получают явно сильнее. Вот. То есть я даже, на самом деле, даже сейчас это сильно захерело, но там раньше, скажем, выпускники хороших российских вузов тоже, в общем, скорее лучше выглядели, чем вот так. Нет, ну там жуткая деградация. Это отдельная тема, для нее надо звать отдельных участников. Это, к сожалению, нельзя обсуждать, но это так. Ну да. Нет, сейчас деградация, я не спорю, сейчас это все совсем по-другому. Но какое-то время, там лет 15 назад, там, в общем, это примерно такое. А сейчас, ну вот, реально французские как-то, например, выпускники как-то лучше смотрятся. Вот. Только что не очевидно. Хотя, наверное, там, выпускники, там, если кембриджа человек, то, конечно, да, тут обычно уровень очень хороший. А если брать средний уровень, то вот, он проседает, когда чуть-чуть от кембриджа, в собственных сторон, вот пойдешь. Если выпускники какого-нибудь университета города Рен, или города Лиль, не Париж. Или города Кончестер, где очень хороший университет, кстати. Вот если вот сравнить в среднем с университетом Кончестер, там, или что-нибудь еще, такой-нибудь Бристоль, то вот французская средняя, так сказать, средний уровень французов выше. Ага. Ну хорошо, задолбали мою Англию совсем. Ну, почему задолбали? Мне очень много прекрасного, просто замечательного. Скажи, что тебе нравится? Мне нравятся ну, очевидные вещи, но свобода. Мне нравится такое доброе и какое-то уважительное отношение к людям. В общем, довольно низкий градус того, что мы называем ксенофобией и такой зашоренностью. Вообще агрессии не так много. Агрессии, да. Да. Кстати, мне очень много, сегодня мы разговаривали с моей подругой немецкой. Вот в Германии все хорошо-хорошо, но они тоже боятся коронавируса, как все. И у них от этого жуткая агрессия возросла. Они там в магазине друг на друга орут, делают друг другу козью морду из-под маски. Вот здесь же при таком ужасе и кошмаре, таком количестве смертей, удивительно дружелюбное и симпатичное отношение. Да, это правда. Послушайте, а если бы вы знали, сколько неизвестных мне людей позвонило с предложением помощи. Я вообще даже, они, наверное, Лариса, от тебя частично получили мой номер, но и помимо себя. Я этих звонков три штуки в день имею, да? К сожалению, я не могу всех порадовать и всем предоставить возможность мне помогать. Да, да. А потом важная вещь, которую мы прошли, нас, так сказать, прочувствовали всерьез на собственной, на шкуре наших детей некоторых, здесь не ставит на человека в каком-то смысле крест. Здесь человек получает второй шанс проще, чем, например, в той же Германии. То есть, например, наш сын имел, так сказать, проделал в Германии такую окружительную карьеру, после которой он там практически уже как бы не имел каких шансов. Он был конченый человек, его не было пути никуда, кроме какого-нибудь ПТУ или там, не знаю, школа для умственных отставок. То есть, ну просто, если там делаешь биографию, у тебя несколько таких, там, бросил школу, тебя из нее выгнали, еще что-то сразу, после этого тебе очень трудно получить людей доверие. Ты его проиграл и уже все. И там дальше ты... Нет, но отсталыми тоже с ними не получалось, потому что у него ай-ку было 140. Ну да, в общем, короче, просто тупик. И я был поражен, как легко он, вот, он приехал в Британию и стал получать, пошел дальше получать образование, потом, что-то и высшее образование здесь. И меня поразило, какой кредит доверия он получил. То есть, ему как бы в каком-то момент просто вот сказали, мы закрываем глаза на что-то там у тебя там было в Германии, где-то там кончал, какую-то школу он кончал. Вот на тебе кредит доверия, попробуй здесь. В общем-то, это его фактически ну как бы спасло, в смысле. Он развернулся просто, это его развернуло. Да, развернуло. И это производит впечатление. То есть, здесь как бы вот человек получает второй, третий шанс. На нем не ставят крест, и он как-то вот к этому, они проще к этому ну как в ум смысле свободнее к этому относятся. И это мы на своих детях прочувствовали. Вот. И, видимо, дети это интуитивно тоже чувствовали. И они при том, при всем и за дорогие деньги в платной системе на оба наших ребенка верхнее образование получили здесь. Хотя могли бы бесплатно в Германию. Ну и ты тут приехал делать карьеру, потому что у тебя в Кабуле... Ну да, ну и отдельная история это, так сказать, ситуация в бизнесе. Я думаю, что она в большой степени здесь надула, так сказать, американского, американской культуры, бизнес-культуры. Вот. Ну не говоря о том, что когда я приехал, там половина моих там начальников были американцы. Вот. Но в принципе, да, с Германией тоже большая разница. Вот. То есть намного больше нацеленность на дело и меньшее на, так сказать, пережевывание проблемы, кто с каким акцентом говорит, кто откуда, кого в какую полочку положить, и на такую... Ты знаешь, вот это завоевание последних 20 лет. Здесь же все было очень костно. Наверное. И акцент в английском перекрывал дорогу не только оперным певцам. Там тоже наверняка. Но не только там, не дай бог ты говоришь. Это... Они работали с этим, и они за 20 лет за 20 эту проблему решили. Они действительно очень открыты к человеку. Да, это есть. Правда, я должен сказать, что в защиту Германии она тоже сильно меняется. Потому что я видел и в развитии, и скажем, то, что я видел в немецкой индустрии, в университетах там 20-25 лет назад, сейчас ситуация кардинально сдвинулась. Вот. Именно в лучшую сторону в этом смысле. Вот. Но начало было из положения с этой точки зрения очень неблагополучного в Германии. То есть там была действительно некоторая зашоренность, недоверие к чему-то необычному, к чему-то непохожему. Некая космос такая, да? Космос, да. Это было, да. Это правда. Сейчас это сильно размылось. Ребята, мы уже долго разговариваем. Ну да. И мы можем потерять всех наших предполагаемых участников и слушателей. Но одну вещь мы должны обсудить, Миша. Да. Вот. Можно я спрошу, Лариска, или ты спросишь? Нет. Простите. Я хочу сказать, что такое экономическая ситуация в эпоху пандемии? Что происходит? Ну, понимаешь, поскольку этот опыт уникальный, там, последняя была сто лет назад совершенно другой экономической ситуации, то, наверное, мы можем только гадать, в том числе и я, и кто угодно. То есть, понятно, что последствия будут тяжелые. Вот. Что уже вот эти вот какие-то триллионные вливания не обеспеченных денег в экономику, они где-то вылезут. то есть, это то, что не удастся, оно не исчезнет само к себе, оно выпадет где-то в инфляции, в каких-то других неприятных последствиях. И, но пока это только два месяца, и мы еще до конца не знаем, какова будет окончательная картина. Но уже видно, что последствия будут тяжелые, и это будет, мне кажется, тяжелее, чем 2008 год. Слушай, а я вот что хочу спросить. Можно я спрошу как обыватель, да? Какими я на самом деле и являюсь. Мне казалось, что многие экономические проблемы в нашей жизни английской и европейской порождены неуемной жадностью финансовых работников. Так мне казалось. Может быть, оно было не так, но думаю, что так казалось не только мне. Я с тобой полностью согласен, только в этой фразе последние два слова лишние. Неуемной жадностью вообще, да. Неуемной жадностью. Но, понимаешь, очень... Жадность финансовых работников, она просто является логической производной. естественной от... Не, понимаешь, какое дело? Почему я сказала про финансовых работников? Потому что, какая бы я ни была жадная, мне свою жадность очень трудно проявить. Так, чтобы ты ее заметил. А банки со своими этими бонусами, доходами, перераспределениями и играми в свою пользу, конечно, много чего в этом плане наделали. Я хочу спросить, будет ли это эгоистическая политика пересмотрена? Ну, смотри, Наташ, ну, тут это такой долгий разговор. На самом деле, если у нас вложить все бонусы всех банкиров, а потом всем сейчас раздать, то никто почти этого не заметит. То есть, на самом деле, это будет очень небольшой макроэкономический эффект иметь, на самом деле. Вот. поведение человека среднего, среднего держателя какого-нибудь вклада, который немедленно его переносит в другой банк через улицу, который пообещает ему, не знаю, на 0,2% больше. Он немедленно забирает его туда, относит. Причем, мало задумывается о том, насколько реалистично это обещание, откуда этот банк через дорогу эти деньги возьмет, если у другого этих денег нет. Кто бы не задумывается. Автоматически готовы совершать даже иногда безумные действия только что. И вот эта вот, так сказать, база, на которой, собственно, все остальное и все эти банки произрастают, она определяет все, понимаешь? Все остальное это уже как бы, ну, такое последствие. Если это поведение чуть-чуть станет более рациональным и, как бы, так сказать, осмысленным, то вот это может повлиять на ситуацию. А так, пирамида МММ это наше все. Я вообще думаю, может быть, урок того, что с нами происходит и заслуженный урок, может быть, в том, что мы оглянулись вокруг и поняли, что нам важны уборщики, частички улиц, медсестры, врачи и переоценим, наконец, свое поведение в пользу. О, да, о, да. Мне нравилось, да, понимаешь, значит, вот, я помню, так сказать, где-то вычитывал, еще связанные с Брекситом, эти вот сентименты, что, посмотрите, какой у нас премьер и все правительство, какие это вообще задорные, веселые, так сказать, в карман за словом не полезут ребята. А что там в Европе? Ну, вот в Германии, это какая-то унылая, скучная тетка, что-то бубнит, она вообще не пошутит, ни что-нибудь так принят на руку. И вообще гурсомолка еще есть такой. Да, и какая-то там, и не ППЕ, она не учила какую-то нудную физику где-то там в ГДР, понимаешь? Вот, и вдруг оказалось, что, что в ситуации, когда, кризис, когда нужен реальный результат, когда нужно рационально и продуманно и в том числе решительно действовать, унылая тетка доктор физики с естественно научным образованием, пусть даже ГДРовским, оказывается намного голов выше, чем вся эта ППЕшная, красиво говорящая задорная публика с юмором и прибаутками. Задорная публика с юмором никого кроме себя не слышит. А у этой тетки была способность никому слышать. С других. Ну да. А это, кстати, связано с ее научно, вообще, так сказать, рациональное мышление, насколько важно рациональное мышление и что с ним вообще происходит? очень-очень важно, очень важно. Как показала вот сейчас вся эта ситуация, рациональное мышление необычайно важно и важнее, чем, скажем так, красивые формы, вот это вот умение много, красиво говорить, ни о чем, или красиво об этом писать. Это все очень хорошо и забавно, но не подменяет субстанции, понимаешь? Нет, это еще казалось людям каким-то, казалось, что у них какие-то мечты, фантазии, какие-то такие вот большие идеи, которые они там куда-то там, что-то такое make it great again, то есть, какая-то такая перспектива. Оказалось, что, то есть, вот, значит ли это, что мы, так сказать, сошли на уровень такой вот средний, на средний, хороший, средний, надежный уровень и должны отказаться от таких больших, так сказать, затей? Нет, ну почему, ну большие, понимаешь? Я на самом деле не очень знаю, о чем ты говоришь, я никаких больших идей не вижу, кроме дурацкой идеи отпасть от Европы, тут никакие большие идеи не побеждали. Но они же говорили make Britain great again, они что-то при этом имели в виду? Нет, ну как в том анекдоте и вы говорите, понимаешь? Вот именно, я только хотела сказать, говорите, говорите, да. Говорите это, пожалуйста, этому хорошо учат. Вот, мне всегда хотелось спросить, что они под этим понимали, что именно они хотят сделать great again и как, в каком месте, как сказать, за какие нички подергать. Может быть, Англия Великая Британия сообразит, что ей... Да, главное, я тоже надеюсь. Я думаю, что будет некоторый щелчок и некоторые изменения в приоритетах и в том, кому... Может быть, формально Brexit нельзя остановить, а может быть, можно, я не знаю. Знаешь, Наташа, на фоне того, что происходит всего остального, Brexit станет только проблемой Британии, больше никого. Потому что, так сказать, экономический вот этот вот стресс, который вызовет вот эту эпидемию и все, он будет настолько, так сказать, серьезнее для Европы, например, чем вот это вот последствия, будет Brexit, не будет Brexit, что уже просто никого бы не будет это волновать. вот. А можно я тебе задам эгоистический вопрос, но он волнует, я думаю, не только одно меня. Значит, я прочитала в какой-то статье, в какой-то английской газете, что пенсионные фонды переживают очень трудное время сейчас, да, во время этого вызванного вирусной пандемии кризиса. пенсии будут пересмотрены, их могут уменьшить? Ну, государственные, конечно, нет, значит, если это пенсии, которые платят какие-то частные фонды, я думаю, что теоретически возможно, в реальности, я думаю, что это будет последнее, что будет пересмотрено. Другое дело, что если разгонится инфляция, то будут ли их переиндексировать на инфляцию, вот это уже... Инфляция слез наши пенсии без всяких... Да, вот это мы можем. И на этой прекрасной ноте что? Что? И на этой прекрасной ноте что, Лариса? Ну что, будем надеяться на лучшее, в конце концов, станут и лучшие времена. Будем надеяться на самом деле на то, что введут что-то вроде разумной социальной пенсии, разумной какой-то минимальной пенсии. Что это государство станет более социальным, что введут что-то вроде разумной социальной пенсии, как была у моих родителей, которые вообще нисколько не проработали в Германии, на которую можно будет более-менее нормально прожить, что введут какое-то более-менее нормальное социальное жилье, которое люди будут получать, что уберут бездомных с улицы. Вы сейчас бездомных расселили, будем надеяться, что их не выселят оттуда, куда их расселили. Сейчас 90... Лариса, как ты не понимаешь, что есть люди, которые хотят этот образ жизни? Хотят! Нет таких людей. Ну, зачем ты мне это говоришь? Я не могу... У меня нет места тебе рассказывать истории, с которыми я сталкивалась на практике, но я знаю историю о человеке, которого выламливали на улице, отмывали, холили и лили, и он сбегал из дома ночевать. И личные такие какие-то безумные люди, но они явно... Это абсолютно маргинальный случай. Ну, вот сейчас их расселили, они же никуда не убегают. Вот сейчас всех взяли бездомных, 90% бездомных взяли. Ну, потому что страшно, Лариса, страх держит этих людей. А вот в большинстве многие из них предпочитают свободу и волю и свой выбор вот этой вот скучности в ночлежках. Так они в ночлежке, да, их сейчас расселили в комнаты, в нормальные комнаты. Если у них будут нормальные комнаты, а не место в ночлежке, то они на них будто оттуда спрягают. Ну, не знаю, ну, понимаешь, мне бы хотелось более ровное общество. Более ровное. Без вот этих детей, которым нечего есть, и они должны в школе есть эти завтраки, потому что их дома не кормят, их не на что кормить, да. Вот. Без... Таких детей довольно много, как выяснилось. Без вот этого дикого количества бездомных на улице. Ну, и без многого другого. Пусть... Мне бы хотелось, чтобы это распределение гауссовское, чтобы у него была низенькая, но очень широкая серединка. Вот. И маленькие хвосты. Здесь очень большие хвосты. Вот. И эти хвосты меня ужасали, когда я сюда переехала. Они меня, честно, ужасают до сих пор. Но, безусловно, я, тем не менее, ужасно люблю город Лондон, и там, те возможности, которые даже мне здесь представились, потому что вот даже эта арка моя, да, это только потому, что Лондон. И все вы это потому, что Лондон. То есть, конечно, я получила здесь возможность какие-то вещи попробовать и сделать, которые я даже подумать не могла бы сделать. Ну, может быть, в Берлине в какой-то мере и то только сейчас. А вот, но, безусловно, ни в Вестбадене, даже не во Франкфурте и нигде в моей прежней жизни я не могла бы. Вот. Ну, и с тем, нам эта страна дала какие-то вещи. на которые мы даже рассчитывать не могли. Мы будем считать, Лариса, что у нас в большом бизнесе и в банковском деле есть свой полномочный представитель. Миша, мы на тебя надеемся. Хорошо. Надежда в рептах. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Я